Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Кристина Мелихова. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устали хлебать. Бийчане просят чиновников обратить на них внимание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успели вовремя обновиться. Бийский краеведческий музей получил новое оборудование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соревнования на гладкой воде. В Бийске прошел Кубок Сибири по рафтингу и грибному слалому. Сегодня городские дороги в очередной раз ушли под воду. Огромные лужи появились в разных микрорайонах Наукограда. Однако большая часть глубоких водоемов в Приобском районе. Как сегодня сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, работы по откачиванию ведутся. Но, судя по всему, коммунальщики просто не справляются с такими объемами. Матросово, Декабристов, Можайского, Ломоносово, Ленинградское, Социалистическое. Участки этих дорог находятся под водой. Автомобилисты, чтобы миновать препятствия, пытаются найти объездные пути через дворы многоэтажек. Жители Наукограда огорчают то, что все эти улицы были недавно отремонтированы. Но чиновники, видимо, в погоне за объемами, а не за качеством, не предусмотрели ливневые канализации. Ежедневно, как рассказали в Управлении ЖКХ, на откачку луж выезжают сотрудники муниципального предприятия и МЧС. Но тех средств и сил, скорее всего, недостаточно. По прогнозам, впереди потепление. А это значит, снег продолжить таять, а автомобили плавать. Жители дома 122 по улице Чайковского просят чиновников обратить на них внимание. Подвал многоэтажки снова затопило. Управляющая компания, по словам людей, уже отказывается откачивать воду. Город видел, что вода накапливается. Если бы вовремя среагировать, вот этого бы ничего не было. Но это мое мнение. Вода с огромной лужи на улице Ломоносова бежит во двор многоэтажки. Людям еще перед началом капитального ремонта в мэрии обещали, что проблему решат и подвал топить не будет. Бейчане с нетерпением ждали стройки. И после первого же дождя поняли, что представители администрации свое слово не сдержали. Подвал пятиэтажки больше похож на болото. Помещение только приведут в порядок и осушат, как вновь происходит снеготаяние или идут обильные дожди. Подойти к подъездам можно только в резиновых сапогах. Обслуживающая организация уже отказывается заниматься откачкой воды. Говорят люди, деньги списываются со счета, а ведь их можно потратить на текущее обслуживание. Например, выполнить первоочередные нужды. А так финансы просто спускают на воду. Вчера вообще в подъезд уже заходила. Машина проезжает, вода в подъезде стоит. С работы пришла, проплыла, грубо так сказать, потому что в подъезд не могла зайти. С горем пополам прошла. Захожу домой, вода клокочет. Собралась, пошла в полный подвал воды. С приходом весны работы прибавилось и энергетикам. Тепловые камеры, которые находятся вблизи дорог, тоже затапливает. Сегодня на перекрестке Ломоносова-Можайского сотрудники сибирской генерирующей компании строили своего рода заградительную дамбу, чтобы вода не попадала в тепловую камеру. Влага приводит к коррозии металла. Трубы в этом случае быстрее изнашиваются и из-за этого образуются дефекты на сетях. У энергетиков сейчас тоже напряженная пора. Ежедневно они проверяют все тепловые камеры и в случае необходимости производят откачку. Кто что может производить и кто в чем нуждается. В Алтайском крае ведется активная работа по импорту-замещению. Сейчас, когда в отношении России введено множество санкций, некоторые предприятия могут остаться либо без сырья, либо без каких-либо комплектующих. И для того, чтобы производство не остановилось, прорабатываются вопросы замены и перехода с зарубежных комплектующих на отечественные. В этом могут помочь и компании региона. В прошлой неделе мы с предприятиями, союзом промышленников совместно начали сбор информации о потребности предприятий в продукции для замещения иностранного сырья и комплектующих. На сегодняшний день составили таблицу, которая находится в общем доступе, с предприятиями обрабатываем. Проще говоря, кто что может производить и кто в чем нуждается. Для того, чтобы кооперационные цепочки могли закрывать на уровне своего региона или ближайших соседних регионов. Сейчас этой работой все активнее и активнее будем с предприятиями заниматься. На сегодняшний день заявлено уже порядка 300 позиций продукции, которая ранее закупалась у зарубежных партнеров. А сейчас ее необходимо заменить аналогами местного производства. Эту тему обсудили на недавнем заседании правительства Алтайского края. Министерство промышленности и энергетики открыто для диалога. Там готовы вести переговоры с предприятиями, которые могут внести свои предложения в перечень продукции для импортозамещения. Руководители предприятий могут напрямую связываться с коллегами и обсуждать детали выпуска необходимых комплектующих. Отметим, что в составленном на сегодняшний день списке есть бииский СИП-прибор МАШ. Предприятие нуждается в импортозамещении. Пока по 9 позициям. В основном это порошки, такие как натрий, калий, барий и другие. А теперь о ковид-статистике. По данным оперативного штаба, в Алтайском крае за минувшие сутки выявили 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 391 пациент. Не смогли побороть недуг и скончались 11 человек. В краевой столице за минувшие сутки зарегистрировали 78 новых случаев. В Бийске заболели 9 человек. В Смоленском районе плюс 3. На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях края с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 906 пациентов. А также 101 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией. Количество тяжело больных 243. Из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 101 человек. Вы смотрите информационную программу «Будни» и мы продолжаем. Успели вовремя обновиться. Бийский краеведческий музей получил новое оборудование. Соревнования на гладкой воде. В Бийске прошел кубок Сибири по рафтингу и грибному слалому. Бийск. Ловите скидку в Ербаке. Минус 50% на куртке и ведровке прошлого сезона. Митрофаново 35. Остановка вокзал. Компания «Теплэка». Единственный российский производитель подобных энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Обогреватель «Теплэка» работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долгое время отдает тепло, не потребляя электроэнергии. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5-3 кВт в сутки. Высокий КПД. Обогреватель «Теплэка» не сушит воздух и не выжигает кислород. Может быть использован для квартир, заградных домов и других помещений. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель «Теплэка». Приобрести его можно в городе Бийск, улица Мопровский переулок, дом 36. Город Барнаул, улица Папанинцев, 109. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Ансамбль ВДВ «Голубые береты». 5 апреля. В Бийске. Бийский краеведческий музей получил новое оборудование. Деньги были выделены по нацпроекту. Часть техники уже начали осваивать. Еще часть только ожидает своей поставки. Свою заявку музейщики писали еще в прошлом году. А потому им очень повезло, учитывая сложившуюся на рынке экономическую ситуацию. Мы попали в такое время, что нам пришлось не просто, потому что оборудование очень сильно подорожало. Но вот мы уже успели в этом году для музея приобрести 8 персональных компьютеров, МФУ, сканеры, фотоаппараты, которые, в общем-то, здорово обогатили вообще наше оборудование, которое есть в музее, обновились компьютерные места и для посетителей. Появилось место, которое может подойти и поработать с компьютерным оборудованием в плане зайти в кускаталог, посмотреть наши страницы, посмотреть нашу программу «Музей-3», куда мы вносим данные о музейных коллекциях и предметах. Компьютерное оборудование в музее не менялось уже больше 10 лет, а потому оно пришлось весьма кстати. Нацпроект – это отличное подспорье для подобных учреждений, потому как самостоятельно приобрести всю необходимую дорогостоящую технику просто не удалось бы. Сейчас многие музеи делают упор на мультимедийное оборудование. Биечане не остались в стороне и тоже заказали себе современный экспозиционный набор. Ожидается поставка двух сенсорных стендов и трех интерактивных киосков. Они будут наполнены недостающей информацией, ведь не все посетители ходят вместе с экскурсоводом. Кроме того, планируется обновление витрин и стендов второго этажа исторического отдела. В музее Чуйского тракта появились радиогиды. Они пришли из Санкт-Петербурга. Это оборудование необходимо для проведения экскурсий. Оно включает в себя микрофон для говорящего и 20 наушников для группы. Таким образом, люди смогут разборчиво слушать то, что им говорит рассказчик, даже если он находится в нескольких метрах от слушателей. Заряд 2022. В виске подвели итоги Кубка Сибири по рафтингу и грибному слалому в закрытых помещениях. В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов разного возраста. На старт вышли и ветераны экстремальных видов спорта. О том, как проявили себя бийчане, расскажем далее в сюжете. На спокойной воде без порогов, но все же с заряженным настроем на победу. Кубок Сибири по рафтингу и грибному слалому – это заключительный старт зимнего сезона. В Алтайском крае соревнования в закрытых помещениях проводят только в виске. Именно поэтому название турнира одноименно со спорткомплексом «Заря». Рафтинг – это соревнование на бурной воде. То есть и бассейны в дисциплине не так давно начались развиваться. И тут подготовка, тут нет струй, тут нет течения, тут вода стоячая. То есть данный вид спорта – это бурноводинг. И поэтому бассейн – это просто подготовка к настоящим соревнованиям. За награды Кубка Сибири в разных возрастных категориях боролись порядка 200 человек из Алтайского края, Республики Алтая, а также Новосибирской и Томской областей. Бейск представили воспитанники клуба «Скат» во главе с Викторией Соколовой. На этих соревнованиях она была не только тренером, но и участником. Когда ты еще и спортсмен, и тренер, тебе вдвойне тяжело, что ты должен и сам показать хороший результат, чтобы с тебя брали пример. Я выступала в команде ветеранов с города Барнаула. У нас сборная Алтайского края. Мы первую попытку прошли блестяще. Мы были единственной женской командой, которая не взяла ни одного штрафа. То есть мы абсолютно без штрафа проехали дистанцию. Здесь нужно держать в тонусе не только себя, но и судно. Во многом результат зависит и от подготовки плавсредства, а еще от того, насколько слаженно работает команда из четырех или шести человек. В соревнованиях по рафтингу на старт вышли 40 команд. Борьба была упорной и эмоциональной. Соперники состязались в двух дисциплинах – слалом и параллельный спринт. Рафтинг – это такой вид спорта, где работает вся команда. И без команды самому гальси не получится. Меня привлекают рафтинги то, что на горных реках получаешь уйму эмоций, адреналина, когда идут вулы большие и так далее. В бассейне соревнования довольно легкие, но здесь можно понять, на каком уровне ты примерно находишься. В грибном слаломе проходила не менее яркая борьба. Здесь приняли участие 80 спортсменов. Они соревновались в таких видах судов, как каяк, кано и каяк-полиэтилен. Лучших определяли по результатам двух попыток. Бейчанин Роман Гетманский – один из самых юных участников. Ему всего восемь. И это его первые соревнования. Роман сумел побороть волнение и достойно сражался с наиболее старшими спортсменами в категории до 15 лет. Мне так было сначала страшно, а потом вообще нет. Потому что все могут преодолеть свой страх. Нужно все равно как-нибудь победить. По итогам соревнований бейчане-воспитанники ската проявили себя результативно. Среди юниоров наши парни показали лучшее время и стали победителями соревнований. А девушкам удалось вырвать бронзу. Кроме этого, в номинации среди мужчин на счету наших спортсменов заслуженное серебро. А в личном зачете в слалами на каяке полиэтилене второй стала Виктория Соколова. Сейчас спортсмены работают над ошибками. Совсем скоро состоится открытие весенне-летнего сезона на бурных и порожистых реках. А там грести нужно будет еще мощнее и слаженнее. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни. Рюмка за рюмкой. Как спиваются бейчане и в какой момент берутся за голову. Журналист «Бийского рабочего» побывал на встрече анонимных алкоголиков, чтобы рассказать, как люди возвращаются к трезвой жизни. Их личные истории читайте в газете «Бийский рабочий» 30 марта. Кроме того, корреспонденты «Бийского рабочего» рассказывают, как продвигается строительство ледовой арены на прогрессе. Кто заставляет собирать тревожный чемоданчик для дошкалят. Где в «Бийске» принимают посылки военным на Украине. И что происходит с погодой на Алтае. Также ответ на вопрос, с чем связано решение не проводить набор в первый класс в «Бийском лицее». И почему многие родители уверены, что это первый шаг к платному образованию школьников. Об этом и не только уже в среду в газете «Бийский рабочий». И настало время рассказать о погоде. 30 марта в «Бийске» будет пасмурный ветер юго-западного направления с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление очень высокое. Влажность воздуха будет комфортной. Возможно, малая геомагнитная буря. Ночью минус один, минус три. Днем плюс один, плюс три. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бийск. Мой город». На ютюбе, рутубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Счастливо. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова